так друзья смотрите мы сегодня в еще одном прекрасном месте идем с вами в еще один прекрасный сад который прямо находится где-то посреди леса называется fuller's mail gardens и так идемте так смотрите чтобы понять какая прекрасная тут территория вот мы здесь это что у нас дом сам коттедж речка пруд остров еще речка и озеро вот вот такая красота у у у у у у у у у Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Он работал пивоваром, он был главным пивоваром на местной пивоварне У нас есть пиво здесь Green King, ну может быть кто живет в Англии, тот знает такое пиво Даже изобрел два сорта пива, но в общем суть не в этом В то время, пока он варил свое пиво, ему все время хотелось на природу, в деревню, на волю, в помпасы И вот подвернулась такая удача, что он купил домик у реки Смотрите, какое дерево красивое, такое зеленое и плачащее Это бук, ну видно по листьям, да, что бук Но я такое первый раз вижу с ветвями вниз и такого ярко-зеленого цвета Вот, очень красиво Обычно здесь буки сажают, как живу изгородь Фагос сальватика, да, называется по-латински, но это что-то другое Другой вид, красиво Итак, продолжаем разговор В общем, Бернард Тикнер купил себе дом у речки Старинный коттедж английский Но поскольку он не садовод, садоводством никогда не занимался То как бы он ничего не знал про землю Но очень хотелось чего-нибудь сделать Когда появляется земля, хочется заняться садоводством Ну и поэтому он выбрал то, что нравится его душе Ему хотелось заниматься чем-то естественным Ему не хотелось никаких формальных садов Ему просто нравились различные растения и природа Поэтому он выбрал сделать себе Woodland Garden И собирать коллекцию растений Итак, что такое Woodland Garden? Или лесной сад В общем, это не лес Это сад, ну или часть сада Где растут высокие деревья И выглядит этот сад так, будто это какой-то естественный лес Такой красочный, красивый Но на самом деле он обычно тщательно склонирован И очень часто искусственно создан То есть все эти деревья посажены здесь И высажены в каком-то определенном порядке В каком, ну, нравилось владельцу или по каким-то законам лесного сада Вот смотрите, как тут очевидно, да, что эти березы Их высадили, они не просто тут выросли Ну, так же, как и этот бук и многие другие какие-то кустарники и растения И что эти тропинки в лесном саду Они не просто проложены по какому-то маршруту Они специально сделаны такими извилистыми дорожками Для того, чтобы все время за углом, за кустом Тебя поджидал еще какой-то новый природный сюрприз Еще какая-то необычность В общем, в этом идея лесного сада Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ну, пару видео назад буквально Я получила очень большой отклик на эти сады И некоторые зрители мне написали Как бы, ну, что это за сад вообще Где розы, где пионы, где цветники, где буйство красок Как бы непонятно, да У нас нет запроса на такие сады, например, в России Потому что у нас вокруг каждой деревни Такие лесочки с незабудками, как вы нам показываете Ну, я думаю, что действительно это правда Что в каждой стране есть какая-то своя данность И свои запросы, свои тренды И свои пути развития садоводства и садового дизайна Что касается Англии То все-таки здесь очень большое садоводческое наследие И действительно формальные сады И различные виды формальных садов И розовые сады, и там, и World Gardens Они тоже здесь были очень долго популярны Но именно в 19 веке Здесь пришел другой тренд на естественность Не над господством человека над природой А над соединение с природой Поэтому в 19 веке вошли в моду лесные сады И коттеджные сады, которые тоже приближены к естественности Хотя в коттеджных садах точно есть буйство красок Ну, а в 20 веке, поскольку также большой запрос На экологичность и на естественность То вот эти лесные сады, они тоже в общем Хотя, конечно, все остальные виды формальных садов Тоже в Англии присутствуют Вот какие ландыши красивые Красота Итак, возвращаясь к нашему Бернарду Тикнеру Как я сказала, поскольку он не был садоводом То он погрузился в изучение садоводства Выбрал себе стиль И выбрал себе каких-то друзей и гуру садоводов Которые как раз, с которыми он советовался Которые оказали на него влияние Значит, сейчас скажу, кто оказал на него влияние Вот если вы интересуетесь садоводством, то записывайте Значит, первый человек Его зовут Кристофер Ллойд Это садовник и автор книг Интересный Несомненно, Бес Чато Они примерно в одно и то же время жили Примерно в одно и то же время делали свои сады Только Бес Чато была уже профессионалом И да, он к ней ездил советоваться Читал ее книги И покупал у нее растения В принципе, здесь не очень далеко На машине Сэдрик Моррис Это такой художник и садовод Тоже, в общем, достаточно известная фигура в нашем графстве Он тоже здесь жил недалеко И он дружил с Бес Чато Также Ну и был садоводческим другом Бернарду Тикнеру Так что вот Если вы интересуетесь садовым дизайном Возможно, это не самые известные имена Но рекомендую Почитать Побольше узнать про них Пару слов про сам домик Который купил Бернард Тикнер Он называется Pullers Mill Cottage Слово mill означает мельница Вот этот домик, он старинный 16 века Но это не мельница, конечно же Просто коттеджик Деревенский Значит, у нас в графстве В средние века Было очень большое производство шерсти Это был главный бизнес И вот при производстве ткани Она проходила такую обработку в воде Ну, схожую к валянию Да, как валяние Чтобы шерсть была более такая плотная Ткань Этот процесс назывался Fulling Его делали на мельницах На реке И поэтому Здесь была как раз такая мельница Она называлась Fullers Mill Короче, мельницы сейчас нет Производство шерсти тоже рухнуло Но остался коттедж С таким названием Fullers Mill Его и купил Бернард Тикнер Итак, возвращаясь к саду И к Бернарду Тикнеру Ну, сад здесь большой Здесь 7 гектаров Если я не ошибаюсь Эта земля не была сразу Такая большая То есть постепенно В течение своей жизни Здесь он докупал территории Если появлялась такая возможность И их облагораживал Также он всю жизнь Коллекционировал растения То есть здесь есть Какие-то редкие растения Которые он привозил Откуда-то из Европы Из альпийских гор Он написал мемуары Называется эта книга Scratch in the soil Ну, или Порозда в почве Такой мой вольный перевод Она не только про садоводство Она про детство И про войну Там и про все И про садоводство В том числе Ну, и 6 лет назад В 2017 году Бернард Тикнер умер Он был уже очень пожилой человек Естественно И за несколько лет До своей смерти Он подарил этот сад Благотворительной организации Которая называется Perennial И сейчас этот сад Им и принадлежит Итак, еще пару слов Хотела сказать О благотворительной организации Perennial Которой достался в итоге Этот сад Что это за организация такая В общем, это фонд Который был основан Еще в середине 19 века Благотворительный И он занимался тем Что собирал деньги Чтобы организовать пенсию И дома престарелых Для пожилых садовников А также Они опекали детей Сирот садовников Ну, если, например Родители умерли В результате несчастного случая Или болезни Да, остались дети У садовников То фонд им тоже помогал Вот, представляете Какая интересная организация Какие два столпа Английского общества Здесь встретились Это благотворительность И садоводство Ну, деньги они собирали С помощью каких-то знаменитостей Различных Писателей Там, журналистов Вот, Чарльз Диккенс В частности Помогал тоже Этому фонду Аристократы различные Тоже собирали деньги И он имел свое развитие В течение 20 века И в 21 веке Этот фонд Перенеал Он расширил свою деятельность То есть Сейчас они помогают Не только пожилым В принципе Они помогают Всем Людям И молодым тоже Которые работают В отрасли садоводства В основном Какая их помощь Это консультации Консультации в области Карьеры Юридические консультации Например Если у тебя такая Или другая ситуация Ты не знаешь Как действуют законы Как поступить То здесь есть юристы Которые консультируют Ну, не только садовников Как таковых Но всех Кто работает в этой отрасли Финансовые консультации Ну, вот такое вот Ну, и соответственно Тоже Финансовая помощь Пожилым садовникам Продолжается Вот Вот такой В общем Очень интересный фонд И сейчас Президентом этого фонда Является Алан Тичмарш Наверное Многие тоже знают Кто это такой Кто увлекается садоводством В общем Это такой Английский гуру В области садоводства Автор многих книг И передач По садоводству По-моему Даже многие из них Переведены на Русский язык В общем Вот такие дела Вот такое Интересное место Так Ну В общем-то И все Здесь нет Садового центра В этих садах Есть вот Несколько Таких Лоточков С растениями Ну местными Да Отсюда Они В основном Ну по 5-7 фунтов Как бы Не очень даже Дорогие В принципе Но выбор Не то что Большой Это больше Так Сувенир Да Из такого-то сада Себе в сад Надеюсь Что вам было интересно Про лесной сад И про Благотворительность Для садоводов Напишите Что вы об этом думаете Вот Ну а мы уже Собираемся Домой Сейчас кофе Еще выпьем И поедем Вот Ну и Хотелось бы Конечно Тоже сказать Что если кому-то Не хватило Буйства красок Роз Пионов Клумб И прочего Такого Классического Английского Садоводческого То Обязательно Еще съездим Тоже в какой-нибудь Более классический Английский сад Формальный Какому-нибудь Барину В поместье Заедем И посмотрим Ну а на этом Все Всем счастливо Пока И до следующих Видео Субтитры Субтитры Субтитры